У меня было много удач, но, пожалуй, самое главное пришло в тот день, когда я первый раз придумал мелодию к своему стихотворению. Это слова Булата Куджавы. Авторская песня, тема сегодня и наш гость Барт Сергей Кулягин, организатор международного фестиваля «Большая Барт-рыбалка». Что такое авторская песня и какой она должна быть? Споры на этот счет не утихают до сих пор, но тем не менее. Авторская песня для вас. Что это? Для меня, в первую очередь, это, наверное, самовыражение творческое. Ну, а если говорить о каких-то там приоритетах в авторской песне, то я бы так назвал, это прежде всего поэтическое слово, второе – это исполнение, музыка, мелодия, третье – это исполнение, ну и четвертое, например, артистизм. Когда это все, как бы, получается по-белорусски, или сказать, гармонично, то получается, наверное, популярность приходит. Артистизм тоже важен. Я думаю, да, потому что авторская песня, все-таки, я считаю, что это такой моноспектакль, все-таки. Это вот такое творческое произведение маленькое, мини, да, одна песня, я говорю, ее нужно тоже исполнить, красиво подать тоже, вкусно подать. На сцене, сыграть на сцене, прожить – это ведь чувства, эмоции, переживания, то, что пропущено через нас. Это мое творческое, как бы, восприятие мира, скажем так. А как у вас начиналась работа в этом жанре? Все по классике, тур, поход, песни у костра, как это было? Ну, может быть, не совсем по классике. Я, например, мне хотелось петь, мне хотелось освоить гитару, но начиналось, наверное, во дворе, и начиналось с песен Высоцкого, например, да, я их слушал, мне нравилось. Вот, я мечтал купить гитару, тогда, как бы, родители не считали это сделать нужным, и мне пришлось сдать, собрать бутылки, сдать их. Но это было дорого. Да, дорого, за 21 рубль купить себе первую гитару. Вот, и тогда, скажем так, в подворотнях начал перепевать какие-то песни. Что Вы тогда пели конкретно? Ну, такие дворовые песни, наверное, скорее всего, не всегда, может, даже авторские. А учился я уже петь и развивать голос, наверное, даже на Александре Малинине больше, да, исполняя его романсы. И, включая магнитофон, тогда, я помню, у меня был старенький Беларусь, или новенький Беларусь, сейчас уже старенький. Вот такие еще магнитофоны выпускались у нас на нашем «Зените» в славном предприятии. Вот, орал вместе с ним, думал, что это хорошо, как бы, красиво. Ну, как называют, поющий мартовский кот. Вот что-то такое получилось. Ну, романс «Городской» ведь был прародителем авторской песни, считается. Ну, в том числе, да. Я думаю, что «Городской» романс, в принципе, он тоже присутствует как одно из направлений в авторской песне. И достаточно часто используется. Это и верический романс, это и патриотический романс, может быть. Ну, в любом, как бы, таком направлении. Вот. О чем поют современные барды? Ведь если мы говорим о советском времени, середина прошлого века, это оттепель, когда только зарождалось это течение, пели, был протест, военная тематика. О чем поете вы сегодня? Это любовь, природа? Ну, жизнь продолжается. Я вам скажу, что мир очень разный, да, и поем обо всем. В том числе, я думаю, что как протест о войне в той же Украине, например, ряд песен сегодня написал наш земляк Александр Городницкий. Они звучат тоже сегодня. И война в Сирии, это тоже тема актуальная, да. Это тоже протест. И поем о жизни, поем, конечно, о любви, поем о походах, поем о пиве, поем о бессоннице. То есть тем очень много, любую тему возьмите, да, поем о красивых женщинах тоже. Вот поэтому тем много. То, что волнует сегодня людей, то, что актуально, это тоже, я думаю, что тема для авторской песни. И она постоянно развивается. Я предлагаю на деле, так сказать, доказать, о чем поют современные барды. Да, я как раз тогда начну с романца Городского. Пожалуйста. Я как-то начал писать такие вот небольшие миниатюрки романца. Мне очень понравилось, и вот я попробую что-нибудь такое исполнить. Как называется? Водор в осени. Да, кстати, вот сейчас я готовлю к изданию очередной свой диск. Он будет тоже так называться, и этот роман туда тоже пойдет. Ты вобрал в себе водор в осени Прыгажет ей и духу У твоих волоса Диаметы дождю Падам, падай, падам, падай, падам, падай, твой пальцебrone Субтитры создавал DimaTorzok 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 Большая бар-трыбалка Субтитры создавал DimaTorzok Да, в первую очередь мы думали О популяризации авторских песней В принципе и задуманный фестиваль был Как популяризация авторских песней Потому что этим нужно заниматься Я думаю, что та массовая культура Которая нас немножко давит Уже придавила где-то Наверное, она уже немножко приелась Все-таки хочется немножко Окунуться в какое-то другое искусство Неформатное искусство Интеллектуальное более Более глубоко куда-то нырнуть И поэтому мы себя как бы позиционируем тоже Мы думали, вот массовость Нужно быть массовая фестиваль Хотелось, чтобы больше людей приезжало Но мы растем с каждым годом Мы привлекаем людей За счет новых проектов Интересные музыкальные программы Но в том числе мы Основная наша программа Это авторская песня все-таки Это барды Замечательно, что столько направлений у фестивалей И все это объединяет музыка Авторская песня Это просто прекрасно И я считаю, что мы должны Просто с вами обязаны Перейти непосредственно к исполнению Перед тем, как попрощаемся Пожалуйста Ну вот что-нибудь такое более юморное Более веселое, может, ритмичное Я недавно полюбил кофе Породилась песня Да, вот так породилась песня Но не совсем Сейчас вы поймете ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 НЕ СНЕЖАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Наш разговор был на тему авторская песня И про музыку для души мы говорили с бардом Сергеем Кулягином Неважно, на каком языке ты говоришь Важно, чтобы тебе было, что сказать, и тебя понимали Иностранные языки, тема программы И наша гостья Снежана Иванчикова Переводчик Могилевского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Первый вопрос личный Скажите, а какими языками, кроме родного, вы владеете? Я владею тремя иностранными языками Первый у меня английский, как основной Второй идет у меня китайский Я его учила 4 года в университете И третий язык у меня дополнительный Это немецкий Потому что в современном мире нужно найти хорошую работу И часто работаем именно с немецким языком Потому что, может быть, ближе находимся к Германии С английским языком, ну и с китайским Потому что все больше и больше китайцев приезжает в Беларусь А вот любой ли человек может овладеть иностранным языком? Либо все-таки для этого нужен талант Какой-то дар свыше, чтобы все-таки постичь это все? Ну, я думаю, что человек может любой В любом возрасте овладеть Главное здесь больше желание, стремление и какая-то цель Для чего нужен иностранный язык? А некоторому нужен для работы, некоторому для учебы Естественно, уровень владения и достижение цели будут разные у каждого Поэтому чем выше поставлена цель, тем выше будет уровень владения языком А вот, кстати, по поводу возраста В каком возрасте лучше начинать изучать иностранный язык? Сейчас мы видим тенденцию, когда родители еще до первого класса Вводят детей на различные подготовительные курсы Занятия в том числе и по английскому языку Кто-то в три года начинает Кто-то в пять Кто-то начинает даже ребенку там Когда постигают даже русские слова Одновременно преподносить и, например, английский Ну, здесь, можно сказать, тоже двоякая такая проблема С одной стороны, ребенок еще не освоил родной язык И не выучил алфавит, еще не разбирается, не ориентируется А они уже сразу учат алфавит английский и путают путаницы слов Кажется, что это все такое непонятное, неизведанное И он запутается, и в итоге у него будет двойной язык Он не поймет вообще разницу Но, с другой стороны, обучаясь в университете Я поняла, что чем больше ты учишь языков Тем больше вначале возникает путаницы Но со временем, может быть, где-то через год Это все откладывается постепенно по полочкам И оно, как опыт, оно откладывается И ты понимаешь, да, а систематизируется Откуда брать какие знания И чем, вот как исследователи говорят Чем раньше начать иностранный язык изучать, тем лучше Ну, можно ли научиться думать на иностранном языке Либо все-таки мысли нужно переводить с родного Ну, у меня было такое, когда я учила Китайский язык, и это было, можно сказать, постоянно То есть у меня были в университете пары стояли Две пары английская, потом две пары китайская Потом еще две пары немецкая в один и тот же день А переключиться сразу? Никак, ну, понятно, что в один день нежелательно ставить Но другого выхода нету Учить-то как-то надо Вот, и получается, что пол пары после предыдущего языка Пол пары мы переключать интуитивно Нам было очень сложно Постоянно, да, адаптация И вот, когда по-китайски это постоянное учение Это постоянно, каждый день Это минимум четыре часа надо уделять языку Постоянно что-то делать, чтобы не забыть И вот это вот, чтобы быстрый был прогресс, ощутимый И вот мы так вот учились И было у меня время, моменты, когда я спала, видела сны И думала, реально думала на китайском языке Вот были у меня такие моменты, когда мало, наверное, спала И больше, наверное, занималась Вот, наверное, интенсивность занятий, да, изучения И погружение в среду Это, наверное, главные факторы мышления на языке Скажите, а вот вы читаете книги и в оригинале, и в переводе Не было ли у вас случаев, когда именно перевод оказывался сильнее, чем оригинал? Ну, в данный момент, да, я сейчас читаю книги больше в оригинале Потому что, ну, это интереснее, намного интереснее знать первоисточник Намного интереснее увидеть первоочередные мысли автора Узнать произведение в оригинале, чем это в переводе Потому что в переводе все-таки, да, он бывает сильнее, бывает слабее Это уже творчество, это творчество Люди переводят, переводчики Они имеют право Отступление Отступление, да Может, допустим, не читали произведение, их оно очень поразило Но они считают, что оно написано не совсем так красочно, как хотелось бы И они начинают Приукрашиваться На свой язык Потому что в каждом языке средства выражения мысли разные Допустим, в английском у нас только метафоры, эпитеты в русском языке И они начинают добавлять, чтобы это было, потому что точь-в-точь с теми реалиями не переведешь Знание языка очень важно в экономике, да, знать язык Но у производственников специальная терминология существует Да, вот как же, где можно научиться именно иностранному языку бизнеса? Вот в данный момент, да, при Могилевском отделении торгово-промышленной палаты Мы разработали специальную программу обучения бизнеса английскому Ну, также, конечно, можно и по любому языку разработать специальную программу Туда мы, получается, вложили бизнес-термины Также туда входит деловая переписка с бизнес-партнерами Ведение переговоров Также встреча делегаций То есть все вот эти темы И бизнес-лексика помогает людям осваивать бизнес английский Любыми возможными и удобными способами Конечно, это очень нужно для бизнеса, для командировок, для поездок, для переговоров, встреч деловых Вы владеете китайским языком Скажите, сколько времени у вас ушло на изучение этого языка И вообще, возможно ли это? Ведь считается китайский один из самых сложных языков в мире Честно, один из самых сложных Самым сложным считается русский язык Потому что у нас 72 формы прилагательного То есть очень много для настоящего вообще непонятно Как это можно вообще выучить И никогда в жизни его не выучат Грамотно писать не будут Потому что с этими окончаниями все время путаются То есть они знают слова, все знают, окончания путаются Китайский язык, он более проще Он проще русского? Да, здесь сложность Единственное, что идет в письме Если, допустим, практика Полгода нет практики Вообще не писали ничего От руки именно Потому что сейчас все уже печатают То есть уже не пишут от руки Но если полгода нет практики Уже начинается забывать То есть когда уже пишешь, думаешь Начинаешь задуматься, как это пишешь Когда видишь Больше визуальное восприятие Ты видишь картинку И ты вспоминаешь, что это Но написать уже вопрос Хотя ты уже видел эту картинку Тебе надо еще раз ее посмотреть Внимательно Анализировать То есть рукотворный текст Да, рукотворный текст Остальное по грамматике Там очень простая грамматика Там ее почти нет даже Там нет никаких окончаний Никаких замудренных фраз Как в русском языке Сложных приложений То есть там этого нет Но нам сложно воспринимать Сами буквы иероглифы И написания Они же пишут Они пишут сверху вниз Сверху вниз, слева направо То есть такой порядок Иероглиф должен быть симметричный Он должен влезать в четыре клеточки Ну если тетрадь в клеточку То есть он должен помещаться в четыре клеточки Если он помещает в четыре клеточки Он аккуратный И там все черты Он состоит из черт Там все черты соблюдены Все правильно написано Значит он красивый Кстати, вы нам не напишите А скажите Например, как будет по-китайски Вот ваше имя Снежана Ну как таковых русских имен В китайском мало Потому что они в основном Называют два-три слога себя То есть нет у них таких вот Многосложных имен То есть наши имена на китайский Они не переводятся Единственное, что китайцы могут там Которые двухсложные Двух слогов состоят имя там Катя Могут сказать как-то это Катя По-китайски Но это не будет то имя Которое близко им Они вот называют У них есть фамилию Они дают фамилию и имя Вот фамилию, допустим Меня вот китайцы называли Пай Щуэ То есть означает Пай Это как в Беларуси Пай Лос Это Беларусь Пай, белый Он значит белый И Щуэ Снежок Ну как бы созвучно С моим именем Снежана Но как такового Снежана у них нет Еще вот Такой исторический момент Вот Пай Щуэ У них оказывается Была такая В Китае принцесса Вот И все ее любили И всем она нравилась Вот когда китайцы слышат Что меня зовут Пай Щуэ Они сразу начинают улыбаться Потому что да Они все знают Вот эту принцессу А Леся как сказать? Олеся Ну если по-китайски Слогами китайскими Да Которые есть У них А-Лэ-Ся То есть так можно сказать Ну естественно А-Лэ-Ся Ну Ся У них вот есть Такой слог с четвертым тоном Там тонны Главное тоны соблюдать Да Потому что Один и тот же слог Может Даже иероглифы Можно одинаково описать А читаться по-разному Один и тот же иероглиф В разные ситуации Да Один и тот же слог Тоже может иметь Разное чтение Благодаря вот этому Вот Четыре тона У них четыре тона Там Первый он такой прямой Да Второй такой восходящий Потом вот такой Типа как дуга Это третий тон И четвертый Это тот тон падения Да Вот И значит разный Допустим Есть такое Можно сказать Шутка Когда Сли Вот Все знают Ли Ли Это сила Да Но Ли Еще есть Ли Это есть Груша Ли Это слива И ли Это плод Орех Плод каштана То есть Ну вот Каштан Сам по себе Ли Да Вот Четыре От того Как разных Ли Несешь Да Одну и ту же Две буковки Обозначают Да И когда Китайцы говорят Я ем Ли Что такое Ли То есть Если ты не знаешь Что ли Начинается Что он ест Потому что Китайцам Ну как бы Не видишь ситуацию Непонятно Что он ест Скажите Все-таки Такой язык Достаточно экзотический Для нас Произнесите Фразу Пожалуйста Телеканал Беларусь Четыре Могилев Это тяжело Давайте тогда Лучшее название Передачи нашей Время Арт Ишу Ши Тян Ишу Ши Ши Тян Ишу Это искусство Ну как вот Арт Иши Тян Это время Время Да Скажите А стихотворение На китайском языке В нем Тоже важна Рифма Как звучит Ну вот Насчет рифма Да Вот мы привыкли У нас русский Язык рифма Да Все должно Заканчиваться На одно окончание На другое окончание То есть Четыре Четверостиши У нас такие есть Да У них Немножко Все по-другому Вот Конечно В современном Китайском Они уже стараются Больше Наверное Подражать На европейские Языки То есть Они чуть-чуть Там уже Добавляют рифму В конце Потому что Но В классике Которую все изучают В университетах В школах В Китае То есть Мы тоже Там изучаем Классику Рифма Как таковой Нет И вот Я могу Вам продекларировать Известный Классический стих Древнего Китайского Поэта Либо Или Как он еще Известен Либай Стих О природе Они все Пишут о природе О природе О погоде О красоте Вот И стих Посвящен Водопаду На реке Лушань На горе Лушань Называется он Ван Лушан Пху Пу Пху Пу Это водопад Чтобы вы понимали Ван Лушан Пху Пу Либай Говорили мы сегодня Об иностранных языках И нашей гостьей была Снежана Иванчикова Переводчик Могилевского отделения Белорусской Торгово-промышленной палаты Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин